Восстание в Европе Пандемия, которую потом окрестили Черной Смертью, видимо, началась в 1030-х годах в Китае. По Великому Шелковому Пути подсылы попали в генуэзский порт Кафа в Крыму, а оттуда с торговыми судами в 1347 году достигли острова Сицилии. Вспыхнув на юге Италии, чума в 1340-х-1350-х годах пронеслась по всей Европе вплоть до Англии, Скандинавии и далеких русских княжеств. По оценкам историков, она выкосила до третьей европейцев. Где-то доля жертв была сильно меньше, а какие-то местности и города просто обезлюдили. Население Англии сократилось вдвое, и ему потребовалось 250 лет, чтобы вернуться к уровню 1348 года. По разным подсчетам, число жертв в масштабах мира составляло от 50 до 200 миллионов человек. В это же время происходило закрепощение крестьян. Закрепощение повсюду происходило при упорном сопротивлении крестьян. Крестьяне хотели восстановить свои вольные обычаи тех времен, когда они были свободными общинниками и наследственно владели землей. Став крепостными, крестьяне начали бороться за уменьшение провинностей или за установление их размера на многие годы, чтобы как-то ограничить произвол сеньоров. Острая борьба между феодалами и крепостными шла в течение всего Средневековья. Крепостные не были заинтересованы в работе на господ и трудились на барщине так, чтобы поменьше тратить сил. Поэтому феодалы заставляли крепостных работать под надзором приказчиков, которые они только понукали, но порой и подгоняли работающих хлыстами. Крепостные крестьяне нередко бежали от своих господ к другим феодалам, надеясь, что будет жить легче. Наконец, когда притеснения становились невыносимыми и терпение крестьян истощалось, они восставали против своих эксплуататоров, жгли замки и усадьбы, захватывали сеньоров в плен и убивали. Но все такие восстания обычно подавлялись феодалами. У бедняка-крестьянина не было средств, чтобы вооружить себя так, как феодал. Рано или поздно феодалы объединялись со своими вассалами и собирали рать для расправы с непокорными. Лучше известны два восстания – французская Жокерия 1358 года и восстание Уотта Тайлера в Англии 1381 года. Оба восстания произошли во время Столетней войны между Англией и Францией. К общим причинам недовольства крестьян присоединилось еще разорение страны, непомерная тяжесть налогов, денежные поборы на выкупы феодалов, попавших в плен. Война и разорение повлекли за собой голодовки и эпидемии. В 1356 году в битве при Пуатье французские рыцари были разбиты на голову англичанами. В плен попал и французский король Иоанн. Для продолжения войны и выкупа короля из плена население обложили новыми налогами. В конце концов, города не выдержали и восстали. Началось восстание в столице Франции – Париже. За городами последовали деревни. Движение крестьян охватило шестую часть страны. Восстание это получило название Жокерия. Повстанцев возглавил бывший солдат Гильон Каль. Поставшие говорили, что всех феодалов, особенно духовных, надо истребить. Крестьяне нападали на замки сеньоров, жгли постройки, угоняли скот, уничтожали документы, в которых были записаны их повинности. Гильон Каль понимал, что крестьян трудно сплотить в единую армию. Поэтому он решил соединить действия крестьян с наставшими городами. Но горожане не оказали в нужную минуту поддержки крестьянам. Объединенные войска феодалов разбили крестьянские армии. Жокерия началась в конце мая 1358 года, а уже 10 июня крестьянская рать была разбита. Не более успешным оказалось и восстание английских крестьян под предводительством кровельщика Уотта Тайлера. Во второй половине XIV века, в связи с затяжной войной с Францией, правительство Англии ввело новые налоги, в том числе и поголовный налог, который к тому же взымался с большими злоупотреблениями. Этот налог и был последней каплей, переполнившей чашу терпения трудового населения. Восстание началось сразу в нескольких местах. Две большие крестьянские рати, одна из Эссекса, другая из Кента, двинулись к Лондону. Городская беднота открыла восставшим ворота города. Крестьяне окружили замок Тауэр, где в это время находился король Ричард II. Они предъявили ряд требований. Освобождение всех оставшихся еще крепостными крестьян, перевод всех повинностей на деньги, установление небольшой платы за землю, амнистия, освобождение от наказания всем, принимавшим участие в восстании. Король обещал рассмотреть эти требования, и значительная часть крестьян, особенно зажиточных, поверив королю, разошлась по домам. Но бедняки остались в Лондоне. Они добились нового свидания с королем, требовали земли и отмены законов, устанавливающих низкую заработную плату. Во время свидания с королем, вождь восставших Уоттайлер получил заверение, что требования крестьян будут выполнены. Уоттайлер собрался уже уходить, как вдруг лондонский мэр Уолворд набросился на него и убил. Ошеломленные преступлением крестьяне не успели прийти в себя, как были окружены королевскими рыцарями. Началась зверская расправа. Вскоре вооруженные отряды феодалов, собравшихся по зову короля, потопили в крови крестьянское восстание во всей Англии. Все крупные крестьянские восстания Средневековья исходили из деревни, но и они, ввиду раздробленности и связанной с ней крайней отсталостью крестьян, оставались совершенно безрезультатны. Итогами восстания стало возникновение страха у феодалов перед силой и напором крестьян. Они не осмеливались увеличить повинности. Ускорился процесс освобождения крестьян от личной зависимости. Начался процесс падения барщиной системы. Опасаясь выступлений крестьян, феодалы поддерживали короля. Перед вами задание, которое вы должны выполнить для закрепления полученных знаний на уроке. Первое задание – расставить причины по степени важности. Какие из этих причин были наиболее важные для восстания крестьян? Черный мор, столетняя война, высокие налоги, разорение крестьян, голод, грабежи и разбой. Второе задание – составить таблицу по восстаниям крестьян в Англии и Франции. В таблице должны быть следующие разделы – дата, руководитель, территория, причины, результаты и значения. Урок закончен. Спасибо.